Это история моей бабушки, расскажу от ее имени. Это случилось сразу после окончания войны, мне тогда было всего 15 лет. В 42-м году нас немцы в Германию угнали, а после освобождения мы отправились домой к себе в деревню. В основном пешком шли, но иногда подвозил кто. С нами тогда много народу шло. И в тот день я была очень уставшая, вымотанная, и мама нашла мне место у одного деда на телеге. Я забралась, кое-как уселась на кучу барахла, и так как мы не спали несколько суток, задремала. Спустя время меня укачало, и я упала прямо вниз на землю. Головой стукнулась так, что сознание потеряло. Все испугались, подбежали, и давай мне помощь оказывать, еле меня в чувства привели. Помню, иду, голова болит, тошнит, очень плохо, а идти надо. Вот и перлась из последних сил, и тут на второй день моих страданий я услышала голос. Мужик какой-то мне говорит, Клавдия, я твой дедушка, ты меня не знаешь, но я хочу тебе помочь. Вы сейчас мимо деревни пойдете, так идите мимо, не останавливайтесь. Хоть и темно будет, на ночлег не оставайтесь там, иначе вас всех убьют, а имущество ваше и документы украдут. Я очень удивилась и рассказала маме. Та только головой покачала, наверное, подумала, что у меня после травмы крыша едет. Потом плакать начала, а голос все не унимается, и то же самое мне велит, дескать, пройди мимо деревни. Через пару часов темнеть стало, а мы впрямь к деревне вышли. Наши попутчики, семья, на ночлег в один дом напросились. Мама тоже туда хотела, но я стала плакать и не пускала ее туда, и мы пошли переночевать в лес. А с утра пришли обратно в деревню поискать еды и узнали новость. Ту семью вместе с хозяевами, где остановились наши попутчики, за***ли. Вещи и документы пропали. И тогда я поняла, что голос правду говорил. Стала у мамы расспрашивать прадедушку, а она сказала, что тот помер давно, еще до войны, и разговаривать не может. Но я-то знала, что это не так. И с тех пор стал меня дед о всяких разных опасностях предупреждать. Туда не ходи, там банда нападет. Из этого колодца не пей, в этот пояс не садись. И вот так с горем пополам мы добрались до нашей области. И там случилось жуткое. Ночевали мы как-то в старой разрушенной конюшне. Сплю, и вдруг у меня среди ночи голос деда будит. Вставай, говорит, буди всех и бегите в поле, иначе беда будет. Я встала, и как заору, бегите, мол, все, спасайтесь. Некоторые побежали, а некоторые послали на три буквы и сказали мне заткнуться и не мешать спать. Сперва ничего не происходило. Мы в поле под дождем полчаса простояли и уже хотели обратно идти. Как вдруг крыша у конюшни рухнула, видать, воды налила. Те люди, что там остались, все пострадали. Ну а потом мы наконец дошли до дома и стали жить нормально. Дедушка помогал мне еще много лет. В 18 лет я познакомилась со своим будущим мужем. Вскоре мы поженились, и с тех пор дедова голоса я больше никогда не слышала.